Давайте немного познакомимся. Меня зовут Айрат, я директор по стратегическому развитию UDS. Сегодня мы будем рассказывать, что такое UDS. Но в первую очередь давайте начнем с того, что я поделюсь своей темой. Темой того, каким образом... Так, секунду. Так, небольшая задержка. Ага, хорошо, все, получилось. Как повысить прибыль на 23% и более с диджитал инструментами? Какие диджитал инструменты использовать и к чему они приводят? То есть, в принципе, как я говорил уже в начале, сегодня мы будем делиться опытом и будем делиться некой пошаговой инструкцией. То есть, все четко, без воды. Какие стоит внедрять инструменты и к чему, каким результатам, к какому увеличению прибыли эти инструменты приводят? Снова повторюсь, меня зовут Айрат, я директор по развитию UDS. Я занимаюсь тем, что внедряю программу лояльности, участвую в команде разработки UDS. Являюсь, можно сказать, экспертом по автоматизации работы с клиентами. Мы этим занимаемся более 8 лет. Немного о компании UDS. UDS – это компания-разработчик различных IT-решений, диджитал инструментов для МСП, для малого и среднего бизнеса. Мы эти инструменты реализуем для того, чтобы, это как наша миссия, как самая наша главная задача, для того, чтобы увеличивать прибыль бизнеса. Мы вообще считаем, что диджитал внедряется не для того, чтобы там модно, молодежно, мобильное приложение, вроде как будто у всех есть, надо тоже иметь. Нет, мы внедряем все инструменты исключительно ради увеличения прибыли. Потому что считаем, что самая главная метрика бизнеса – это прибыль. Занимаемся этим более 8 лет и в основном работаем с такими сегментами бизнеса, как розница, хорика и бьюти-индустрия. Ну, хорика – это кафе, рестораны, отели и так далее. С другими видами бизнеса мы также работаем. Там, автомойки, автосервисы и другие виды. Даже B2B есть бизнесы. Но с этими бизнесами мы работаем в меньшей степени. Большая часть, основная целевая аудитория, с которой мы работаем, в принципе, я уже здесь перечислил. Хорошо. Переходим к теме. Небольшая вводная. Для того, чтобы добиться максимального результата по увеличению прибыли, необходимо с этим вопросом работать комплексно. То есть, когда вы в бизнесе ставите перед собой задачу увеличить прибыль, не надо уделять внимание только при увеличении новых клиентов. Мы заметили определенную такую ошибку среди предпринимателей, то, что если всегда предприниматель задумывается над тем, что нужно увеличивать прибыль, то это означает, нужно привлечь новых клиентов. Да, это так. Так, не слышно. Хорошо. Напишите, пожалуйста, еще раз. У всех не слышно или только у одного из участников? Напишите плюсик, если все окей. Слышно. Все, хорошо. Да, у кого не слышно, пожалуйста, попробуйте перезагрузить страницу, должно быть все в порядке. Все, спасибо большое за обратную связь. Для того, чтобы увеличить прибыль, чтобы достигнуть максимального результата и чтобы достигнуть его быстрее, необходимо над этим вопросом работать комплексно, потому что привлечение новых клиентов – это всего лишь один из способов увеличения прибыли. Увеличить прибыль можно через средний чек. Увеличить прибыль можно через частоту покупок. Можно снизить издержки в маркетинге. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, что как к этому вопросу подходить комплексно, чтобы получить по максимуму и получить результаты быстрее. Потому что у прибыли… Почему комплексно надо подходить? Потому что у прибыли есть простая утрированная формула. Это доход минус расход. Что важно здесь пометить? Что если мы хотим увеличить прибыль за счет увеличения дохода, это означает, что мы должны поменять стратегию работы с клиентами. То, что мы делаем с клиентами сегодня, нас приводит к одним деньгам. Ну, пусть будет там миллион рублей зарабатывать. Если мы хотим зарабатывать полтора миллиона рублей в прибыли, это означает, что мы должны поменять стратегию работы с клиентами. То есть, означает, наше взаимодействие с клиентами, оно должно измениться. Даже Эйнштейн про это говорил, о том, что нельзя получить другие результаты, если ты делаешь одно и то же. Вот здесь это правило полностью работает. И при этом, что означает изменение? Изменение означает не просто в социальных сетях выкладывать более яркие посты. Это означает, изменения должны касаться во внедрении в том числе и новых инструментов. То есть, новые инструменты взаимодействия с клиентами. То есть, изменения должны быть такими ключевыми, существенными. А не просто изменить, не знаю, внешний вид социальной сети. Нет, это означает, что помимо социальной сети у вас, например, должны появиться какие-то новые инструменты работы с клиентами. То есть, здесь про то, что изменения, еще раз повторюсь, о том, что они должны быть там существенными. Если мы хотим увеличить прибыль за счет снижения расходов, и ни в коем случае это не сбрасывайте со счетов, расходы всегда можно уменьшить, всегда можно оптимизировать что-то. Например, мы часто видим, что оптимизируем маркетинговый бюджет. Мы его перенаправляем в более эффективные инструменты. Это означает, что мы внутри компании должны принять административные решения. Например, что мы больше не будем использовать скидочные карты. Больше не будем использовать прямую скидку в программах лояльности. И мы заметили, что это увеличивает прибыль, снижает расходы в три раза. И тем самым увеличивается прибыль. У нас сегодня будем переходить постепенно, раскрывать каждую тему. Ничего не слышно, пишет Rustem. Напишите, пожалуйста, если все в порядке. Я еще раз проверюсь, если в дальнейшем, если все в порядке, слышно. Все в порядке. Хорошо. Не буду тогда останавливаться. Rustem, попробуйте перезагрузить страницу. У нас до этого сегодня будем переходить к вопросам всем постепенно. Будем говорить сегодня о инструментах увеличения дохода и о инструментах снижения расходов. Первое. Расскажу, какие инструменты есть снижения расходов. На что стоит обратить внимание. Второе. Как увеличить доход от текущих клиентов. И третье. Привлечение новых клиентов. Но мы любим такие альтернативные способы. Альтернативными способами я называю то, что такое, знаете, есть такое привлечение клиентов без бюджета. Типа маркетинг без бюджета. Вот мы тоже любим какие-то лайфхаки, с помощью которых можно привлекать новых клиентов, но при этом не надо рисковать и не надо на это тратить деньги. Тоже поделюсь с вами инструментами, как это можно делать. Хорошо. Первое. Как я уже говорил. На тему снижения расходов. Не буду долго здесь останавливаться. Если у вас до сих пор еще есть прямая скидка в программе лояльности, от нее нужно отказаться. На это уже множество есть. Например, вы их видели в виде скидочных карт 5-10%. Либо по номеру телефона вы можете получить 5-10%. От всякой такой истории нужно отказываться. Потому что скидки – это пожиратель прибыли. А самая главная причина, почему от этого нужно отказаться, потому что это не является фактором возврата клиентов. То есть клиента сегодня, получая скидочную карту 5-10%, у него не возникает такое желание, что ого, 5% или 10%, я точно должен вернуться. Клиента скидкой 10% никого не удивить. То есть клиента сегодня не является того, что он получил вашу скидочную карту 10%. Это никак не добавляет ему уверенности, никак не добавляет ему веры и мотивации вернуться в ваш бизнес. Не будем долго на этом останавливаться, потому что об этом много чего написано в интернете, всяких исследований, в том числе и наши, о том, что так оно и работает. Теперь, на что нужно переходить в программе лояльности? В программе лояльности нужно переходить на бонусные системы. Почему? В действительности скидка, размер скидки, он может явиться фактором повторной покупки. Но скидка должна быть другой. Она должна быть большой. То есть сегодня клиент может сказать, что ого, вот это скидка. Типа я должен, ну, наверное, стоит вернуться, это довольно выгодно. Но размер этой скидки должно быть более 20%. То есть скидка может повлиять на возвращаемость только в том случае, если клиент имеет на текущий момент скидку более 20%. Но мы, как бизнес, понятно, что такие скидочные карты давать не можем. Поэтому в этот мир пришли бонусные системы. Бонусные системы, они как бы говорят клиенту, слушай, дорогой, если ты хочешь скидку там 20%, 25%, 30%, никаких проблем. Накопи бонусы для той скидки, которую ты сам хочешь. То есть клиент сам решает, какую он скидку получает в этом бизнесе. Здесь есть несколько важных моментов, чтобы бонусная система работала эффективно. Потому что, ну, мы видим, что многие бонусные системы, они как бы неэффективны. Первый важный момент. Клиент должен иметь возможность накопить бонусы не только за счет покупок и посещений. Ну, если вы ресторан, посещение ресторана, закрытие чека. Не только с покупок. Он должен иметь возможность накопить бонусы за те действия, которые вам нужны как бизнесу. Например, вам нужны новые клиенты? Дайте бонусы за рекомендацию. Люди друг другу будут рассказывать и будут иметь возможность копить бонусы. Вам нужны отзывы в Яндекс.Отзывах, что повысит репутацию вашей компании? Дайте бонусы за то, что клиент оставляет отзыв в Яндекс.Отзывах, например, или в Google отзывах, или в 2GC и так далее. Вам нужны бонусы за то, чтобы клиент оставил отзыв в социальной сети своей. За это тоже можно давать бонусы. То есть вы должны с клиентом строить некие отношения win-win. Вы даете клиенту скидку, но взамен вы можете просить клиента делать какие-то действия. Тем самым, что вы в итоге получаете? В итоге вы получаете то, что клиент как бы работает на ваш бизнес, он вам помогает в продвижении, пишет отзывы, оставляет комментарии в социальных сетях. А вы за это клиенту даете бонусы, и тем самым клиент накапливает больший размер скидки. И клиент, накопив бонусы, которые позволяют ему получить скидку более 20%, быстрее к вам вернется. Потому что если вы будете давать бонусы просто за покупки, то, соответственно, за первую покупку клиент обычно получает 5-10% кэшбэком, бонусбэком. И все равно это мало. Поэтому почему бы клиенту не дать возможность немножко и на вас поработать, условно говоря, поработать на ваш бизнес, накопить быстрее бонусы, и быстрее принять решение, прийти к вам. И тем самым частота покупок тоже вырастет. Второй важный момент в бонусной системе. Чтобы клиента, бонусная система возбуждала на повторную покупку, он должен видеть эти бонусы. Он должен посмотреть куда-то и такой, ого, я уже там накопил 300 бонусов, ого, у меня уже есть 200 бонусов, а я могу еще вот так накопить бонусы. То есть он должен видеть, сколько он накопил бонусов. Второе, он должен видеть правила игры, свой статус, и правила бонусной системы. Вот здесь, как на картинке показано, это такой некий скриншот правила игры, бонусные программы. Ну, то есть условия программы лояльности. Только тогда клиент, когда это видит, он и может, исходя из бонусов, принять решение о повторной покупке. Очень важный момент. Потому что мы замечаем, что есть бонусные системы, которые не показывают бонусы. И они не работают никак. Ну, например, мы видели в магазинах, в сети магазинов бонусную систему, когда вы приходите, они говорят, назовите свой номер телефона. Ты называешь свой номер телефона, говорят, хорошо, вы накопили бонусы. Прекрасно. И уходишь с этого магазина и не понимаешь, сколько ты накопил. Где я могу посмотреть эти бонусы? За что я еще могу накопить эти бонусы? Вообще ничего не понятно. Потом повторно я прихожу в этот магазин только в тот момент, когда мне, извините, приперло. Когда у меня там, если это магазин одежды, когда у меня там уже футболка нужна новая. И бонусная система на это никак не повлияла. И тогда возникает вопрос, нафиг тогда ставить такую бонусную систему? Поэтому второе важное правило – клиент должен видеть бонусы. Где он должен видеть эти бонусы? Только в телефоне. Эти истории, посмотрите их на сайте, посмотрите их на чеки. Они не работают. Чеки люди выбрасывают или теряют. На сайт люди не заходят, чтобы посмотреть в свой программу. Все должно быть просто. Я должен открыть телефон и увидеть свой бонусный счет. Как показать? Есть два способа. Мобильное приложение и карты Apple Wallet Google Pay. Мы рекомендуем мобильное приложение. Хотя сами тоже делаем карты Apple Wallet Google Pay, если предприниматель очень хочет. Почему не карты Apple Wallet Google Pay? Потому что крайне ограничены в функционале. Потому что с точки зрения маркетинга нельзя делать все эти маркетинговые активности. Нам, например, клиента поздравить с днем рождения. Или клиент, чтобы через телефон смог как в интернет-магазине заказать у вас одежду, блюда, какие-то там цветы и так далее. А мобильное приложение может делать все. Поэтому вы могли заметить, что крупные компании, они делают все мобильные приложения. Почему они делают мобильные приложения? Потому что через мобильные приложения самый большой маркетинговый функционал. Там можно делать все, что угодно. Вот, например, вот этот скриншот, который здесь показан, он с мобильного приложения. В Apple Wallet Google Pay картах такую картинку никогда не сделать. Просто невозможно. Потому что крайне ограничен функционал. Мы об этом еще будем говорить. Оно, что даже пуш-уведомления в Apple Wallet Google Pay картах, они не такие. Они не конверсионные. Хорошо. Идем дальше. Как еще можно снизить расход? Если мы уже говорим про тему мобильного приложения, это означает, что мы можем сократить отправку SMS. Вы могли заметить, что все сейчас компании крупные, они уходят от SMS. В том числе недавно я видел пуш-уведомления от Озона, что они полностью отказываются от SMS и переходят в пуш-уведомления. Потому что они понимают, что SMS-ки – это пожиратель прибыли. SMS-ка дорого стоит. Полтора, два, три рубля за одно SMS. И, соответственно, если мы хотим работать с клиентской базой, а коммуницировать надо много, то отправка SMS по клиентской базе, например, 10 тысяч человек – это будет довольно дорого. Довольно дорого, и вероятнее всего, не отобьется. То есть мы же хотим, чтобы какое-то наше маркетинговое взаимодействие, там, какое-то отправка, например, SMS, оно всегда нам отбивалось в деньгах, чтобы это привозило к какой-то конверсии. Но вот как мы видим, что SMS-ки уже как бы неактуальный инструмент, конверсии он не приводит, поэтому в мир пришли пуш-уведомления. Они прекрасны тем, что они бесплатные. Во-первых, они бесплатные. Во-вторых, мы заметили, что по ним самая высокая конверсия. Мы слышали, некоторые скептики есть о том, что вот, типа, люди отписываются от пуш-уведомлений, выключают пуш-уведомления. Но вот мы видим, что на сегодняшний день нет другого инструмента, более лучшего донесения информации до клиента, до гостя, чем пуш-уведомления. Вот что бы ни говорили, вот пуш-уведомления сегодня best of the best. Нет ничего другого. Нет ничего другого, более лучшего. Почему пуш-уведомления лучше, чем SMS? Первое. Лучший контент. Конверсия выше, потому что лучше контент. В пуш-уведомления можно добавить картинку, много текста. Например, я нажимаю на пуш-уведомления что-то новенькое, вот как здесь на слайде. Нажимаю, у меня открывается страница, где у меня есть фотографии новой коллекции одежды, там есть какой-то текст описания этой коллекции одежды, и там прикреплены товары, где я могу сразу нажать, оплатить в Яндекс.Пэй и, соответственно, заказать эти товары. Все, классно. Нажал, сразу купил. Вот ни в другом никаком инструменте такого нет. Поэтому вы тоже могли заметить о том, что различные приложения, они коммуницируют с клиентами исключительно через пуш-уведомления. Хорошо, идем дальше. Отказаться от той рекламы, где не видна статистика. То есть, где еще происходит снижение расходов. Надо просто отказываться от того, где вы не видите, сколько клиентов по этому виду рекламы пришло, сколько они денег оставили, чтобы в дальнейшем принять решение, стоит с этим работать или нет. То есть, если вы используете рекламу, где непонятно в статистике, в деньгах, сколько эта реклама приносит, от этого нужно отказываться. Либо научиться измерять. Например, как измерить рекламу в лифте. На рекламном объявлении размещаем QR-код и пишем, за первую покупку получи скидку 300 рублей, сосканируй QR-код. Люди сканируют QR-код, клиенты сразу попадают в клиентскую базу, клиенты приходят, получают скидку нам 300 рублей, и вы в дальнейшем в статистику видите, сколько клиентов сосканировало, сколько из них пришло, и сколько денег они оставили. Все понятно, эффективно или нет. Но здесь еще большой плюс с Digital о том, что те клиенты, которые к вам не пришли, они у вас в базе, и вы в дальнейшем сможете с ними работать через пуш-уведомления, поздравлять с днем рождения, просто подарить какой-то электронный сертификат и так далее, чтобы он к вам вернулся. Вот в чем большой плюс работы таким способом на измерение рекламы, потому что вы получаете не только результат, понимание результата, но вы еще понимаете, видите тех клиентов, которые к вам не дошли, чтобы в дальнейшем с ними работать. Хорошо. Что как бы значительно окупает вашу рекламу? Про социальные сети такая же история. В социальных сетях любые активности тоже надо измерять. Например, вы выкладываете какую-то сториз, у вас какая-то акция происходит. Прикрепите туда ссылку, так называемого источника трафика, по которой вы в дальнейшем поймете, что вот это вот в социальных сетях, то, что я прорекламировал, приводит вам клиент или нет. То есть вы можете там написать, например, вы делаете в шапке профиля, прикрепляете ссылку, или в сторизах вы прикрепляете ссылку и пишете, получи скидку 200 рублей. И в дальнейшем смотрите, в социальной сети у вас активная база, она готова у вас покупать. Либо это просто подписчики, которые там даже лайки вам не ставят, условно говоря. Поэтому социальная сеть тоже нужно измерять с точки зрения денег, потому что все в бизнесе делается с точки зрения денег. Хорошо, идем дальше. Чтобы не быть только на словах, мы покажем в том числе и кейсы о том, что вот такой есть кейс, просто снижение расходов. Здесь не показан результат без привлечения каких-либо клиентов, без увлечения среднего чека, просто на снижение расходов. У этой компании раньше были скидки 5-10%. Мы перешли на бонусную систему. Экономия на скидки составила более 7 миллионов рублей. Перешли с смс на пушек давления 5 миллионов рублей. И экономия на печати бумажных сертификатов. Начали выпускать электронные. Тоже 200 тысяч рублей. Кстати, мы рекомендуем переходить с бумажного на электронные, потому что, во-первых, не теряется с телефонов никуда клиентов. Во-вторых, зачем печатать бумагу, дизайн и так далее, когда уже все можно делать в электронном виде. И получился результат более 13 миллионов. Мы считаем, что это такой существенный результат просто на экономии расходов, то есть на снижение расходов. Идем дальше. Переходим к теме увеличения дохода под текущих клиентов. Конечно, здесь история про увеличение среднего чека. Самый важный момент в увеличении среднего чека о том, что необходимо говорить речевой скрипт. Вы могли вспомнить компанию McDonald's. Каждый раз, когда они совершают покупку, они всегда говорят речевой скрипт. Пирожок, соус, картошка, пирожок, соус, картошка. И они делают это не просто так. Они понимают, что если они перестанут говорить эти слова, то они недополучат миллионы долларов. У вас в компании должно быть то же самое. Неважно, магазин у вас, ресторан, магазин цветов и так далее. У вас должен быть речевой скрипт. То есть сотрудники его должны повторять, словом говоря, как попугаи, каждому клиенту при каждой покупке. Потому что это просто ведет, такой простой совет ведет к увеличению среднего чека. То есть и при этом клиентам в речевом скрипте необходимо предлагать конкретные товары. Нельзя клиентам говорить, вам еще что-нибудь, потому что этот клиент должен задуматься, что ему нужно еще. И когда нужно задумываться, это все не работает. Необходимо предлагать конкретные товары. То есть около кассы у вас должны стоять такой некий бокс, какая-то коробка, в которой ваш сотрудник, кассир засовывает руку и говорит, может быть вам вот это там, влажные салфетки, может быть вам вот это там, блестки, вот этот ремень, ну, там, вот эту открытку, вот эту мягкую игрушку, все зависит от вида бизнеса. Поэтому каждый раз необходимо предлагать конкретный товар, и это должно быть прописано в речевом скрипте. Вот такая простая рекомендация может увеличить средний чек на 10-20%. Ну и, соответственно, увеличение прибыли. Вторая тема, помощь здесь digital. Мы любим использовать программу лояльности, в том числе и увеличение среднего чека, поэтому это может работать следующим образом. Клиент совершает покупку, например, на 800 рублей, а задача состоит в том, чтобы увеличить средний чек до 1000 рублей, поэтому можно сказать клиенту, у вас счет 800, если вы купите еще что-то на 200, то мы, вам начислиться овербонус, вы получите 300 бонусов на следующую покупку. И многие клиенты делают увеличение среднего чека. При этом убивается несколько зайцев сразу. Первый, увеличился средний чек, клиент покупать на 1000. Второе, клиенту начисляется 300 бонусов на следующую покупку, но со временем жизни. То есть эти 300 бонусов сгорят через 7 дней. И тем самым клиент приходит в течение 7 дней, и тем самым увеличивается частота покупок. Вот таким образом можно построить автоматизированный сценарий. Что еще увеличивает частоту покупок? Конечно же, уведомления. Правильные уведомления клиентов. Так как у вас мобильное приложение может стоять в бизнесе, а мобильное приложение, что хорошо, оно о клиенте знает все. Знает, какой пол, знает, какая дата рождения, когда клиент в последний раз приходил и так далее. Это означает, что клиентов можно поздравлять с днем рождения. И это увеличивает лояльность клиентов и увеличивает количество повторных покупок. Например, некоторые рестораны поздравляют клиента с днем рождения за 5 дней до дня рождения. Говорят, дорогой друг, мы знаем, что у тебя скоро день рождения. Вот тебе там 500 бонусов, надеемся, свой праздник ты справишь у нас. Зачем это делать? Чтобы день рождения был именно у них. Магазин от цветов поздравляет заранее с днем рождения, чтобы цветы купили именно в день рождения. С 8 марта заранее салоны красоты поздравляют девушек, чтобы красоту наводили 8 марта именно у них. На 23 февраля девушкам отправляют сообщение. Почему девушкам, а не мужчинам? Потому что говорят девушкам, своди своего мужчину, делай ему подарок, порадуй своего мужчину и так далее. Потому что мы все знаем, что мужикам ничего нафиг не надо. Весь маркетинг на мужчину строится через женщину. Ну, понятно, что через мужчину тоже напрямую работаем. То есть коммуникация с клиентом. То есть частота покупок, она зависит от коммуникации с клиентом. Надо находить триггерные события. Это праздники, даты. Или клиента у вас давно не было. Например, как можно клиентов вернуть? Вот у вас есть клиентская база, которая к вам не приходила там в месяц. Просто подарите им электронный сертификат, 200 рублей скидки, там 100 рублей скидки. И скажите, слушай, дорогой, у тебя что-то давно не было. Может было что-то не так? Ты можешь написать нам сообщение. Там будет кнопка написать сообщение. Вот тебе небольшой подарок, чтобы мы наладили отношения. И мы заметили, что просто вот такой отправкой возвращается доля клиента. И все, вот она еще одна частота покупок и увеличение прибыли. Обратная связь. Обратная связь – это основа программы лояльти. Вообще клиенты возвращаются не ради бонусов и скидок. Основа возвращаемости клиента – это качество сервиса и услуг. Никакая бонусная система не спасет бизнес, если все плохо с сервисом. Поэтому, а как понимать, что сервис удовлетворяет клиента? Необходимо получить от него отзыв. Необходимо получить от него обратную связь. Возникает вопрос, как ее получить. Есть, бывают разные способы. Например, некоторые бизнесы говорят, у меня сотрудники спрашивают. Но мы с вами понимаем, что когда человек человека спрашивает, то люди не рассказывают правду. Ну, например, типичный пример. Вы приходите в ресторан, покушали, к вам подходит официант и спрашивает вас. Все хорошо? Какой самый частый ответ? Напишите его в чате, кстати. Какой самый частый ответ? Я думаю, даже сейчас несколько человек напишут, и я думаю, вы все попадете в один и тот же ответ. Вот вас спрашивают в ресторане. Все хорошо? Да, вот я думаю, Петр, да, вот в принципе вы все пишете одно и то же. Да, все хорошо. Да, нормально. Да, все хорошо. Да, да, да. При этом в голове, вы могли вспомнить какие-то свои истории, при этом в голове совершенно другие мысли. Вам не понравились роллы. Вам не понравилось, как официант обслуживал. Вам не понравился интерьер, вообще что-то не понравилось. Но при этом вы не готовы это официанту говорить. Потому что почему? Да нафиг скандалить. Первое, нафиг скандалить. Не хочется людям лишний раз там качать волну. Второе, ну и что, что я скажу официанту? Ну, сказал я официанту. Какая вероятность того, что он пойдет к владельцу и скажет, слушай, я так плохо обслуживаю, сделай с этим что-нибудь. И понятно, что официанты вообще там, ну вообще сотрудники, кассиры, не доносят информацию объективно доводить, чтобы им не говорил клиент. Второй способ через интернет. Через интернет лучше всех. Потому что с интернетом люди откровенны. Какие тут есть способы? Первое, социальные сети. Второе, отзывики. Яндекс отзывы, Дваги, Гугл отзывы и так далее. Хороший способ, правдивая обратная связь. Но есть две проблемы. Первое, мало пишут, менее 3% клиентов оставляют обратную связь таким способом. И это плохо. Потому что это означает, что 97% клиентов, вы не знаете, что они думают о вашем бизнесе. И значит, что вы не можете с ними коммуницировать, взаимодействовать, вообще не понимаете. Понравилось, не понравилось, готов он вернуться, не готов. Это проблема. Второе, пишут только негатив. Вы же понимаете, что когда человек находит в себе силы и перебаривает лень для того, чтобы пойти в Яндекс отзывы и что-то написать, это означает, что с ним что-то произошло совершенно эмоционально удивительное. Ну так скажем. То есть означает, что клиента довели до эмоционального пика. Либо он так доволен, что у него там оргазм, и он хочет этим поделиться. Либо его так довели, что он ненавидит ваш бизнес, и он готов отомстить вас, вам. Как он может мстить? Только через отзывы. Такой способ вместе. И понятно, что первое, оно почти недостижимо, потому что люди сегодня как бы не удивишь, разбалованы. А второе, очень легко достигнуть. Поэтому люди, крайне много негативных отзывов, хотя по факту мы видим, что бизнес нормальный, все в порядке. Просто люди чаще пишут негативные отзывы, а позитивные не пишут. Поэтому так получается, что много негативов в интернете. И это тоже определенная проблема. Это снижает репутацию в интернете. Поэтому мы проанализировали эту ситуацию, и мы заметили самый эффективный способ сбора обратной связи. Вы даже можете вспомнить мобильное приложение, которое лучше всех собирает обратную связь. Я имею в виду под слово лучше, что с высокой конверсией, то есть много обратной связи. То есть клиенты, более 50% клиентов составляет такую обратную связь. И второе, она правдивая, она собрана через интернет. И такой способ использует Яндекс.Такси. Яндекс.Такси, Убер, ну, приложение такси. Потому что все очень просто. Я прокатился на такси, открывается окошко о цене обслуживания. И это самый конверсионный способ сбора обратной связи. При этом эту обратную связь видит только владелец. Она не публичная. Это тоже хорошо. Как бы не выносим ссоры из избы. То есть когда клиент покушал в ресторане, или когда он совершил покупку в магазине, открывается окошко о цене обслуживания, и клиент ставит звук. Если клиент поставил 5 звезд, круто. Наверное, он вернется. Если клиент поставил 3 звезды, он не вернется, если мы что-то не сделаем. Что мы в этом случае сделаем? Перезваниваем клиенту и говорим, слушай, дорогой, что-то было не так. Ты поставил нам 3 звезды. Давай мы тебе подарим 300 бонусов. Это сгладит впечатление. И многие клиенты говорят, да, блин, круто. Вообще круто, что вы мне позвонили. Я вообще такой нигде не встречал. Можете даже сами поставить плюсик. Вообще вы часто ли встречали такую историю, часто, не часто встречали такую историю, то, что вы где-то куда-то сходили, а потом к вам перезванивают. Я имею в виду, там, в ресторан сходили, в магазин одежды сходили. И вам потом перезванивают, исходя из вашей обратной связи, и налаживают с вами отношения. Такое точно не везде. Я бы даже сказал, такое в 95% не встречается в бизнесах. Хотя это и есть сервис. Это и есть сервис того, что клиент оставил 3 звезды, перезвонили, и клиент потом говорит, слушайте, я нигде такого не встречал. Наверное, вы классная компания. Просто, ну, косяки бывают. Все же понимают, все люди. И мы видели, что большинство клиентов так возвращаются. А если не собирать обратную связь, и клиент с таким мнением в голове уйдет из вашего бизнеса, вы даже это не поймете, во-первых. Во-вторых, вы его не вернете. И это проблема бизнеса. Почему клиенты уходят? Потому что вы не знаете, о чем они думают. И вот такой способ сбора обратной связи решит эту проблему. Хорошо. Второй прикольный момент, кстати. Если так обратную связь собирать, мы заметили, что сотрудники лучше обслуживать начинают. Потому что сотрудники начинают понимать, что без палева не получится. То есть, если раньше сотрудник позволял себе халатность и думал, что это все останется незамеченным и негласным, то теперь, когда такие способы сбора обратной связи есть, сотрудники понимают, что теперь незаметно не получится. Потому что клиент берет телефон, у него открыто окошко о цене обслуживания, и он ставит оценку. И, соответственно, сотрудник на это не может подмухлевать и так далее. И все становится совершенно прозрачно. Мы увеличили, и мы видели, что происходит просто улучшение сервиса просто за счет этого. Вот работа с текущими клиентами. Это результат. Рост чека на 40%. Онлайн заказы через приложение UDS. При этом у них были альтернативные способы заказов. Через WhatsApp, через социальные сети, через сайт и так далее. Но все равно даже через приложение многие люди заказывали, потому что удобно. Через приложение удобно заказывать. Онлайн заказы через приложение UDS. Вы даже могли за собой заметить о том, что многие покупки высовершаются через приложение. Вообще об этом говорит мировая статистика, что большинство интернет-покупок идет через мобильное приложение. И оценок отзывов более тысячи, о чем мы сейчас и говорили. Никаким другим способом такое количество отзывов не собрать. Вот более тысячи собрать отзывов, вот только можно таким способом. Конверсия более 50-40% на такой способ сбора обратной связи. Ну и основную прибыль в каждом бизнесе делают постоянные клиенты. Всегда надо работать на постоянном. Более 80% оборота, вот в данном случае 78, там 8% всегда по параду одинаковые цифры, похожие цифры, приносят постоянные клиенты. Поэтому программа лояльности, сбора обратной связи – это основа работы с клиентами. Надо сделать так, чтобы клиент возвращался и возвращался. А это можно делать только собирая и коммуницируя с клиентом. Собирая обратную связь и коммуницируя с ним. Бонусные системы – это всего лишь триггер, чтобы клиент оставил обратную связь. То есть бонусные системы – это не… Программа лояльности вообще – это не история про бонусы и скидки. Программа лояльности – это история про выстраивание отношений с клиентом. Причем здесь бонусы? Бонусы нужны, чтобы клиент в первом посещении, например, оставил обратную связь. То есть клиент приходит к вам в бизнес, и кассир у вас говорит, хотите скидку 50 рублей, хотите скидку 100 рублей, клиент говорит, да, хочу, скачай приложение, и у тебя будет 100 бонусов. Клиент скачивает приложение, дальше ему задает вопрос, ты будешь копить или тратить? Большинство клиентов, кстати, говорит копить. Это еще доказывает, что клиентам неинтересна скидка 5-10%. Люди копят бонусы, когда скидка составит 25-50%. Большинство клиентов будет говорить, коплю, копят бонусы, и тем самым тратят, копят бонусы, и в дальнейшем у него открывается окошко о цене обслуживания. То есть мы дали клиенту бонусы, чтобы триггернуть его на скачивание приложения, потому что нам нужна обратная связь. Поэтому клиент скачал, все классно сделал, оставил обратную связь, первую задачу мы выполнили как бизнес. Вторая задача, у клиента есть на руках мобильное приложение, дальше мы коммуницируем с клиентом, уже там отправляет пушевдомление, с днем рождения и так далее. Мы иногда слышим скепсис среди предпринимателей, что типа вот люди не скачивают приложение, у них забитый телефон и так далее. Это полный бред вообще. Вот мы увидели, как достигать конверсии скачивания приложения более 80%. Более 80% скачивает мобильное приложение в бизнесе в случае правильного речевого скрипта. Запомните это, пожалуйста. Потому что если ваш сотрудник вот так разговаривает, ну скачайте приложение, ну там у нас бонусная система, бонусы удобно в приложении. Конечно, он, блин, не скачает, так корову не продашь. А если просто сказать простой речевой скрипт, надо говорить речевой скрипт, исходя из выгоды клиента. Если сказать клиенту, хочешь 100 рублей, хочу, скачай приложение, все, конверсия более 80%, ничего сложного. Поэтому вот этот скепсис о том, что люди не скачивают приложение, он исходит оттуда, что предприниматели видели в других бизнесах, как им сотрудники это предлагают. А там может быть совершенно тухлый речевой скрипт, ничего не показывающий, не показывающий выгоду. Понятно, что там никакой конверсии не будет. Поэтому со скачиванием вообще все угодно, если правильно об этом говорить. Хорошо. Привлечение новых клиентов. Первое. Реферальную систему. Вообще классный способ, когда клиенты вас рекомендуют, вы это знаете, это привлечение клиентов без бюджета. Как делать так, чтобы клиенты вас рекомендовали? Первое. Настройте программу военности на рекомендации. Дарите бонусы за рекомендации. Второе. Рассказывайте в социальных сетях, что у вас эта история есть. Как рекомендовать, показывать видеоролики, рассказывать. В социальной сети вам тут поможете. Постоянно муссируйте эту тему, что ваш бизнес надо рекомендовать. Третье. Речевой скрипт никто здесь не отменял. Совершенно нормально, что к вам придет клиент, он получит свою услугу товар, и ему сотрудник в конце скажет. Слушай, а порекомендуй, пожалуйста, наш бизнес. Порекомендуйте, пожалуйста, нас. Совершенно нормально. Попросить клиента рекомендации. И чем чаще вы будете об этом говорить, чем чаще вы будете эту тему муссировать, тем больше будет рекомендаций. Все очень просто. И четвертое. Устраивайте конкурсы на рекомендации. Возьмите телефон, купите его, он стоит 20 тысяч рублей, и запустите конкурс на рекомендации. Кто больше всего порекомендует, тот получит подарок этот телефон. Клиент получит телефон, снимите его в социальной сети, поддравьте, всем расскажите клиентам, что вот этот человек, какой молодец, он победил в этом конкурсе. Потому что это в дальнейшем усилит второе проведение конкурса. То есть, когда вы эту тему раскачали, но в смысле об этом конкурсе будете много рассказывать и будете рассказывать в том числе и о победителе, то это вам поможет в дальнейшем увеличивать активность в следующем вашем конкурсе. То есть, мы заметим, мы много экспериментировали в конкурсе, это классный способ помпить клиентскую базу, быстро увеличивать клиентскую базу и наращивать рекомендации. Второе. Цифровой кросс-маркетинг. Как еще привлекать клиентов? Ваши клиенты ходят в другие бизнесы. Дружите с другими бизнесами. Что имеется в виду цифровой кросс-маркетинг? Я прихожу в салон красоты, обслужился, и мне приходит электронный сертификат на 200 рублей скидки в ресторан. Я прихожу в ресторан-кафе, обслужился, и мне приходит электронный сертификат вот в этот салон красоты. Тем самым два клиента, два бизнеса обмениваются с друг другом клиентскими базами. Совершенно бесплатное привлечение клиентов. Без бюджета. И третье. Увлечение репутации в отзывиках. Как это делается? И где здесь новые клиенты? Это делается следующим образом. В чем плюс диджитал? Все можно автоматизировать. Все. Один раз настроил, понажимали пару кнопок и само работает. Если клиент оставил пять звезд вам в качестве обслуживания, это же хорошее триггерное событие, значит, что ему понравилось. Можно его попросить рекомендацию, система ему покажет окно с рекомендациями. Дальше клиент рекомендует, не рекомендует, его личное дело. И через 15 минут ему придет автосообщение, где клиента попросят оставить отзыв в Яндекс.Отзывах, в Дубл.ГИСе, где вам нужно. Тем самым мы видим, что клиенты оставляют положительные отзывы, компания растет репутацией в интернете, и многие клиенты, они же ищут компанию по отзывикам, и они видят, что ваша компания в топах и идут к вам. Вот вам привлечение новых клиентов, опять-таки без бюджета. То есть нет здесь трат в день. Просто необходимо клиентов попросить вовремя оставить отзыв, где вам нужно. Хорошо. Вот, кстати, кейс по кросс-маркетингу. В кросс-маркетинге участвовал зоомагазин с сетью цветочных магазинов, и тем самым привлеклось новых клиентов, 200 клиентов, на 160 тысяч рублей. При этом сертификат раздавался на 20 рублей. Очень мало. Если бы хотели больше конверсии, могли бы сертификат сделать не на 20 рублей, а на 100 рублей. Но просто предприниматель решил так протестировать. Вот смотрите, было выдано 6 тысяч электронных сертификатов. Представь себе бумагу печатать на 6 тысяч. Это уже расход. Вот в чем еще плюс электронного, то что это все бесплатное. Ну, то есть не надо тратить на дизайнера, на печать бумаги. Просто настроили, и оно само работает, само раздает сертификаты, и в дальнейшем вы просто смотрите статистику. Вообще автоматизация – это большой плюс. И вот, например, кейс такой есть по рекомендации 19 миллионов рублей. Рекомендация – крутой способ привлечения новых клиентов, но чтобы так было, надо работать. Надо социальные сети работать на тему рекомендации, рассказывать клиентам о том, что нажимать надо вот эту кнопку, чтобы порекомендовать, устраивать конкурсы и так далее. И тогда будут такие результаты. Это совершенно возможно. Я заканчиваю, что я хотел донести в своем выступлении. Первое – повышение прибыли не только в привлечении клиентов. Работайте комплексно. Не только в привлечении клиентов. Не надо долбить в одну точку. Не надо обсасывать одну и ту же тему. Надо работать и на привлечении, и на средний чек, и на частоту покупок, и на возвращаемость клиентов. И так далее. Внедряйте современные инструменты. Почему современные? Потому что они дешевые, и потому что они эффективные. Они значительно эффективнее, чем какие-либо бумажные аналоги, например. Отказывайтесь от того, что нельзя измерить. Все должно быть оцифровано. Нужна CRM-система, в которую клиенты попадают автоматически. Клиент со сканировкой код попал в базу. Клиент совершил покупку, попал в базу. Клиент перешел в шапки профиля социальной сети, попал в базу. Все должно работать автоматически. Клиентская база должна формироваться автоматически. И вы должны иметь контакт с ней. Какой контакт с ней? Дотягивается клиенту с помощью пуш-ведомления. Только ведение социальных сетей недостаточно сегодня в конкуренции. Хватит обсасывать социальные сети. Все уже все там сделали. Все. Вот то, что вы делаете сегодня социальные сети, сетью, вероятнее всего, больше оттуда вы не выжмете. Надо интегрировать другие инструменты. Потому что социальные сети есть у всех бизнесов. На этой теме уже нельзя строить конкуренцию. Конкурентов побеждают только в том случае, когда вы делаете больше, чем ваш конкурент. Когда у вас инструментарий маркетинговый больше, чем у вашего конкурента. Внедряйте крутые программы военности, коммуникацию с клиентом, выстроение отношений с клиентом, автоматизированный маркетинг и так далее. Хватит обсасывать только социальные сети. Извините за выражение обсасывать, но мне кажется, оно лучше всех подходит в этом случае. Развитие бизнеса в технологичном развитии. Вы могли заметить, в том числе за крупными компаниями, как они внедряют цифровые инструменты. Поэтому мы сегодня видим, что развитие будущего бизнеса, это когда бизнес начинает тесно связан с IT. Такой, как сказать, как IT-компании становится. Даже пиццерии сегодня становятся как IT-компании. Пример вам Додо Пицца. Немного расскажу про UDS. UDS мы как раз строим комплекс инструментов по работе с клиентами для увеличения прибыли. То есть те инструменты, о которых я вам сегодня рассказывал, это мы сделали на платформе UDS. То есть как мы делаем? Мы делаем инструмент, тестируем его. Если он приносит результат увеличивать прибыль, мы его добавляем в комплекс инструментов UDS. Поэтому в UDS только эффективные инструменты. То, что нужно внедрять. Без воды, условно говоря. Бери готовый инструментарий, он тебе увеличит прибыль. Мобильные приложения, программы, интернет-магазин. Там есть все, что нужно сегодня МСП. Хорошо. Там более 30 маркетинговых инструментов. Не буду подробно рассказывать, потому что много с этим нужно работать. Почему UDS? Потому что готовое решение. Не надо ничего придумывать. Есть уже готовое решение. Есть уже готовый опыт. Есть уже даже люди, которые вам все внедряют и сделают все за вас. При этом это все недорого стоит. Совершенно за доступные деньги. Например, UDS там стоит от 2-400 рублей в месяц. 2-400 рублей в месяц может себе позволить даже микробизнес. И, соответственно, продукт сам обновляется, продукт сам сопровождается. Не надо над этим задумываться. Есть команда в виде нас, которая полностью закрывает вопрос автоматизации маркетинга, автоматизированного маркетинга, CRM-системы. Вам нужно заниматься как предпринимателю более важными задачами. Думать о стратегии, думать о планах бизнеса и так далее. Уделять больше внимания клиенту с точки зрения коммуникации с ним. Потому что автоматизация – это свобода. Надо убирать из жизни рутину. Рутина сжирает энергию и время. Когда вы автоматизируете ваш маркетинг, когда вы автоматизируете работу с клиентом, вы заметите, как у вас освободится время для того, чтобы масштабировать ваш бизнес и приходить уже к более большим результатам. В принципе, у меня на этом все. Большое спасибо. Я буду приглашать следующего спикера. Сабир, я приглашаю тебя на эту онлайн-сцену. Сабир – это предприниматель. Это предприниматель-ресторатор, серийный ресторатор. Правильно я говорю? Так говорят, серийный, когда уже проектов общепита несколько. У тебя кафе только попробуй. Бар Селлинджер и сеть шаурмичных фабрик. Как-то шаурманов. Практически, да. Практически серийный убийца, да. Хорошо. Все. Сабир, передаю тебе слово. Мы еще увидимся. Я буду модерируем. Спасибо, я рад. Привет всем участникам нашего мероприятия. Я, собственно, моя задача рассказать уже об опыте использования. То есть, в своих направлениях бизнеса я использую EDS в течение уже шести с лишним лет. То есть, достаточно большой путь мы прошли в этом направлении. Сейчас я подгружу презентацию и расскажу, там, каких результатов, собственно, у нас получилось достигнуть. Презентация. Покажись. Будем не показывать за презентацией. Не знаю почему. Так. А скажите, пожалуйста, может быть, вы видите, а я не вижу? А, вы видите. Круто. А почему я не вижу? А как мне сделать, чтобы я тоже видел, что вообще происходит? Смотри, я вижу сейчас первый слайд у тебя, где есть QR-код, шурманофабричный. Ну, там, вот, типа-то. Я понял, Айрат, а я почему не вижу? А я вижу заставочку оранжевую. А почему ты перезагрузить страницу? У меня тоже такое было. Я перезагрузил страницу и у меня начался показать. Да, все классно. Ты был прав. Теперь все четко. Да, все круто. Все, ребят, да, погнали. Значит, меня зовут Сабир, я предприниматель. У меня на сегодняшний день несколько направлений бизнеса. Ряд из них в общепите. Я надеюсь, что в этом чате сейчас есть ребята, которые занимаются общепитом разных мастей. И, наверное, в большей степени это будет полезная информация для вас. Если у вас по ходу будут появляться вопросы, обязательно пишите в чат в конце. Я постараюсь на них ответить. Коротко расскажу. То есть первое заведение – это барселинджер. Это заведение с посадкой, где подходит официант, принимает заказ. У нас достаточно широкое меню. Пасты, стейки, салаты, бургеры. Есть большой ассортимент крафтового пива. Можно покурить кальяна. На выходные приходят музыканты и поют песни русского рока, знаете, где весь бар подпевает. Вот такой вот формат. Следующее направление у нас – 3-субпроект называется «Шаурма на фабричной». Мы вообще чемпионы по шаурме. И считаем, что это очень большой перспективный рынок для нашего развития. У нас есть там шаурма, донеры, шевербоксы. Больше 60% всех заказов мы получаем именно на доставку. Вот здесь вот везде есть пасхалочки. На слайде справа внизу в черной маске и кепке – это я. Это мы в пандемию развозили заказы. Следующий проект – «Кафе только попробуй» в самом центре города. У нас тоже достаточно такой амбициозный проект. Это единственное место в Тюмени, где в одной точке, знаете, находится Макдональдский эфи и Бургер Кинг. И мы прямо между ними встали. Знаете, такие. Сейчас мы покажем, как вам, как нужно работать. У нас концепция была следующая. Мы садились прямо на трафик большой американской тройки. И наша задача была дать людям с теми же параметры, то есть таким же средним чеком, скоростью обслуживания, дать возможность кушать не там химозные разные булки, да, а действительно качественный продукт. И достаточно успешно мы эту историю реализуем. Также у нас есть еще один проект. У нас есть собственный цех по производству полуфабрикатов. Мы делаем пельмени, вареньки, хинкали, ручной лепки. У нас есть брендирование Лари. Мы поставляем в разные магазины. Это тоже фотография, собственно, на дом из мастер-класса в тюменских гастроплощадках. Мы делаем дегустации, рассказываем о нашей продукции. То есть вот достаточно такой вот широкий, я считаю, спектр, скажем так, направлений деятельности. Все это общепит, абсолютно разные, причем направления. Вот, и везде мы используем UDS. Что, собственно, здесь хотел сказать о самых, наверное, простых, понятных вещах, которые используем мы. То есть впервые я начал использовать UDS, когда у меня было только одно заведение, это Барс Элинджер. На тот момент я еще работал инженером по автоматизации в Газпроме вахтовым методом. То есть я целый месяц, на целый месяц уезжал за полярный круг, и совершенно никак у меня не было возможности прийти там в свое заведение, проверить, все ли нормально работает. А я думаю, все собственники бизнеса, которые здесь понимают, что когда мы находимся, скажем так, внутри заведения, это одно качество сервиса. А как только мы уходим из заведения, ну, мягко говоря, персонал не так хорошо старается работать качественно. У меня была большая задача, большая боль, каким образом мне контролировать качество обслуживания, да, моих гостей в заведении, когда я на месяц уехал за полярный круг. Ну вот, и на тот момент это была, наверное, причина номер один, почему лично я взял себе сервис UDS. Как это работало? То есть я находился за полярным кругом, у меня был только телефон, справа вот видно, да, черный фон. И когда приходили люди и совершали оплату, им предлагалось оценять качество обслуживания, и эта оценка прилетала прямо мне. То есть чем это отличается от того же дубльгиста? То есть я вижу, кто был, пришел Вася, его обслужило лестно, Вася доволен или недоволен, ну, и пишет какой-то текст. То есть я быстро могу отреагировать, разобраться с ситуацией. Звоню в заведение, говорю, Лена, у тебя полчаса назад был Вася, почему у Вася одна единица? Мы разбираемся с ситуацией, она объясняет мне ситуацию. Я прямо с приложения связываюсь с Вася и говорю, Вася, извините, пожалуйста, такая ситуация там. Мы уже там официанта закапываем на заднем дворе. Вот вам 300 бонусных баллов, да, там на салат Цезарь, который там оказался пересолен, условно, да, там он будет за наш счет. Таким образом у меня появляется прямой канал коммуникации. Я отслеживаю, скажем так, довольство своих клиентов. На основании каждой оценки качества обслуживания у меня прилетает обратная связь и формируется рейтинг. Вот здесь вот вы можете посмотреть примеры отзывов, да, они разные, то есть я вижу имя клиента, время, дата, кто обслужил, значит, текст и так далее. Я специально здесь не писал, там только хорошие отзывы, да, потому что задача сервиса, собственно, не такая, нужно анализировать все и иметь возможность с ними работать. И самая крутая штука, что на основании этой обратной связи у меня формируется личный рейтинг у каждого сотрудника. Это похоже на то, когда мы хотим вызвать какое-нибудь такси, мы видим на карте, значит, там автомобили, и у каждого водителя можно посмотреть рейтинг. И точно так же, у меня там есть большое количество персонала, ребята, кто-то приходит в кофейню, в заведение, они обслуживают и ставят конкретному сотруднику какую-то оценку. На основании этой оценки у Пети, Васи, Кати, Сережи формируется рейтинг, и этот рейтинг я подвязываю в их KPI. Что это значит? Это значит то, что сегодня гостям недостаточно просто продать много, да, то есть, а важно, чтобы гости уходили довольные, потому что именно довольный гость будет возвращаться и делать рекомендации. Вот так вот автоматизировано этот, скажем так, модуль работает в UDS. Следующий момент – это, конечно, гибкая программа лояльности. То есть на старте, скажем, у нас была просто скидочная система 10%. Почему? Потому что, честно, я в этом не очень разбирался, я понимал, что все делают скидки, и мы постоянно гости тоже просили, Сабир, там можно нам скидочку, мы к тебе давно ходим и так далее. Я говорю, ну, конечно, больше, конечно, можно, давайте сделаем 10%. Это было примерно вот так, а потом, конечно, мы пошли дальше. Во-первых, оказалось, что благодаря не скидочной, а бонусной программе я очень много экономлю и могу давать больше. То есть я могу теперь давать не просто скидочную карту 5-10%, а могу накапливать 15%, и мне по себестоимости это все равно значительно лучше получается. Что в итоге это привело? С одной стороны, я стал гостям давать больше и мотивировать их сильнее возвращаться к моим клиентам, а с другой стороны, по себестоимости это оказалось ниже, чем прямая скидка. Это вот следующий момент такой с тобой. И самое, конечно, важное, это не просто накапливать бонусную клиентскую базу, да, то есть накапливать, а иметь возможность с ней коммуницировать. Сегодня вообще вот эта история с накоплением базы, ей как бы никого ты не удивишь, есть огромное количество разных сервисов, да, которые собирают базу, анализируют и так далее, но только когда у моих клиентов в телефоне есть мое мобильное приложение, у меня появляется бесплатный канал коммуникации, то есть я постоянно цифровую базу через Инстаграм, ВК, гостей, рекомендации, там, блогеров, сам всем даю рекомендации, ну, всем приглашаю в свое заведение. И вот эта база, а в баре это 24 тысячи человек, я могу бесплатно делать рассылку два раза в неделю в виде пуш-уведомлений, бесконечное количество поздравлений с днем рождения, какие-то сертификаты, начисления баллов, здесь появляется огромный инструмент по работе с этой базой. То есть здесь я хочу еще раз заострить это внимание, что мне толку от этой клиентской базы, будь то она в тетрадочке, в Excel, в 1С, эффект появляется именно тогда, когда я начинаю с ней работать, когда я им рассказываю о том, что у нас появилось новое блюдо, какое-то интересное предложение, новый музыкант, там, не знаю, комба на доставку, и я с этой базой работаю. Когда я ночью проснулся в бреду и решил завтра запустить какую-то акцию, кто об этом узнает? Узнает только я, мой персонал и те гости, которые придут в эту неделю, правильно? А когда у меня есть база, я делаю пушку, и об этом узнают 24 тысячи гостей. Поверьте мне, эффект совершенно другой. Идем дальше. Собственный интернет-магазин, это была для нас большая задача прямо перед пандемией. Мы как-то оттягивали вот эту вот историю с запуском доставки, потому что, в принципе, у нас был тогда только еще один бар, и мы не были ориентированы на доставку, мы были ориентированы именно на работу в зале. Это, конечно, такие достаточно серьезные изменения, это дополнительные бизнес-процессы. В принципе, не каждый локальный бизнес готов к этому, но это как бы внутренние моменты. Но вот именно моменты создания собственным интернет-магазином, мобильным приложением, возможности оплатить карты, встроенной CRM-системой, UDS решает просто на раз-два. Как это делать? Как я всегда говорю, от вас понадобится любой человек, который в состоянии, не знаю, ВКонтакте или в Нелезиограмме выложить пост. То есть тот, кто может нажать плюсик, подгрузить картинку, написать описание и цену нажать «Сохранить», вот такой человек сможет сегодня ваш бизнес вывести в онлайн. Давайте быстренько пробежимся. Итак, шаг первый, как я сказал, вы заходите внутрь, ждете плюсик и просто добавляете позиции. Элементарно разбирается любой. В этот момент, когда вы нажимаете «Сохранить», платформа вам автоматически создает полную версию сайта, мобильную версию сайта, мобильное приложение, платежный шлюз, CRM-система подвязанная, все это происходит автоматом. Дальше что вам нужно настроить? Параметры доставки. Условно, вы говорите, что меньше 700 рублей, я вообще заказ не повезу. А если будет больше 1500, то доставка будет бесплатная. А внутри этого диапазона у меня будет доставка 100, 200, 300 рублей. И когда человек, скажем, заказывает, скажем, бургеры на 1000 рублей, там доставка в виде 270 рублей, автоматически падает ему в чак, и он ее, соответственно, оплачивает. Вы можете настраивать те настройки, которые считаете правильными, нужными и менять их в любой момент. Окей, ну и, собственно, все, мы начинаем принимать заказы. Заказы приходят мне, либо сразу интегрируются в кассу, приходят, либо приходят в веб-версию или в мобильное приложение, так же, как это работает в Яндексе и Деревии. Я вижу клиента, что он заказал, что сумма уже оплачена, деньги мне на расчетный счет, завтра придут. И вижу адрес, могу связаться с клиентом, расписать, скажем так, распечатать информацию об этом, передать курьеру. В общем, очень все просто и элементарно. Вот, собственно, теперь важный вопрос, где брать клиентов, да, то есть первая основная задача, так как у вас уже есть на сегодняшний день заведение, вы должны своим клиентам, гостям, которые к вам приходят, рассказать о том, что есть доставка. Смотрите, здесь какая очень простая мысль. Если у вас сегодня есть заведение, люди приходят к вам и они выбирают вас, заказывают у вас там поесть, попить и так далее, то точно есть дни, когда они решили дома остаться, не готовить кушать и заказать доставку. Но так как у вас ее нет, они заказывают ее в другом месте. Я думаю, это очевидная информация, поэтому вы должны им рассказать. Смотрите, у нас теперь есть бонусная программа, мы вам начисляем бонусные баллы, но вы их можете потратить не только у нас в следующий раз, но и можете просто сидя дома, зайти к нам в приложение, либо на наш сайт, да, оформить доставку и воспользоваться этими бонусными баллами. Соответственно, нужно клиентов на доставку, да, формировать из числа тех гостей, которые приходят к вам. Это первый, самый важный момент. Второй момент, это, конечно, рассказать про социальные сети и так далее. И очень хороший инструмент, это работа через агрегаторы. То есть агрегаторы, когда заходили на рынок, я еще помню, когда в Тюмени, сколько это, три года назад со мной связывался менеджер Яндекса и говорил, круто, подключитесь к Яндекс.Еде. Я говорю, сколько? 35% комиссии. Я считаю себестоимость, понимая, что условно тогда у нас был проект по погриле с хот-догами. Если человек у меня заканчивает на 1000 рублей хот-догов, себестоимость этого получается где-то 400 рублей, да, то есть 35%, еще 350 рублей я отдам за доставку, и того получается, что там всего ничего вообще остается. Я думаю, нет, ребят, вы с ума сошли. Это очень дорого. На что менеджер мне говорил, так, ну 35% заказа, сколько вам обходится привлечению нового клиента из типа, там, не знаю, Инстаграма, социальных сетей и так далее, да. Я говорю, согласен, но только когда я плачу 350 или даже 500 рублей, чтобы привлечь нового клиента на доставку, потом этот клиент повторно заказывает напрямую, я уже не плачу комиссии, я готов вам заплатить 35 и даже, может быть, вообще с первых одного или двух заказов полностью отдать вам, да, всю комиссию, вообще не заработать, при условии, что это будет мой клиент. Но клиент-агрегатор, а не ваш клиент. Вы не видите ни номера телефона, ничего не можете делать. Что делать? Итак, вы подключаетесь во все агрегаторы с их курьерами, с нашими курьерами, то есть максимальный охват делаете, да, на карте своего города и внутрь брендируете, сложите листовочку, да, то есть многие увеличивают немножечко комиссию на доставку, цены на доставке, чтобы оправдать комиссию. Итак, человек заказал бургеры на 1200 рублей, внутри, ну, как бы распаковывает еду и видит листовочку, заказывая напрямую там со скидкой, да, то есть напрямую дешевле. Если вы закажете сегодня там Дуду пицца, там Суши Мастер или еще что-нибудь, там они прямо на упаковку у них брендированы, прямо на коробке там спицы написано, да, там, отсканируй QR-код, скачай наше приложение, копи баллы. Если у вас нет возможности как-то вот так вот заказать фирменную крутую упаковку, вы можете это делать просто через ту листовочку. Итак, что происходит? Человек заказал через агрегатор, получил еду, получает листовку, где написано, что напрямую оказывается дешевле, сканирует QR-код и попадает в мою собственную клиентскую базу. И в своей базе я с ним уже работаю повторно через пуш-уведомления, то есть повторные заказы, они идут ко мне напрямую, я не плачу комиссию, да. Примерно какой результат может быть? Да, здесь, собственно, еще я сейчас к следующему результату перейду, да. Это вот результат, соответственно, вот этой листовки в заведении. Мы видим, что первая цифра 202 – это количество людей, которые цифровались ко мне в базу, а 86 – это те гости, которые, ну, повторно заказывали, и общая сумма повторных заказов получилась 580 тысяч рублей. То есть получается из этой истории я от агрегаторов конвертировал клиента в свою собственную базу. У меня получилось 8,6 постоянных гостей, которые купили почти на 600 рублей без комиссии. Сколько я сэкономил, можете примерно посчитать отсюда там 35%, понять, какая сумма экономического эффекта. Окей, и, собственно, тоже такой момент. На старте я долго не запускал доставку, потому что понимал, что в первое время, ну, будет мало заказов, да, то есть у меня не было какого-то большого бюджета, знаете, там, миллион валить в рекламу условно, да, чтобы там сразу и стимулировать. Я понимал, что мы будем органически потихонечку двигаться, но держать своего курьера, тратить на него деньги, это было очень убыточно. Соответственно, сегодня нет никаких проблем, вы можете сотрудничать с Яндекс.Такси и первые заказы отправлять через такси. Конечно, это будет не так выгодно, но на старте, пока у вас там один-два заказа в день, в неделю, вы можете делать так и потихонечку расти в этом направлении. Как только вы видите, что у вас заказов там 5, 8, 10 получается, вы считаете свою математику и можете уже заказывать свою внутреннюю службу доставки. Когда у вас будет 40-50 заказов, тогда очень круто, у вас один курьер будет забирать 2, 3, 5, 10 заказов и развозить. Если вы грамотно выстроите работу с повторными гостями и сможете выбирать предзаказы, тогда логистика еще сильнее будет падать. Но факт в том, что на старте есть инструмент, не нужно бояться, сильно в минус не уйдете, как бы можно запускаться. Окей, идем дальше. Собственно, какие итоги работы получились у меня? За 6 лет я сэкономил на скидках 7,5 миллионов рублей, то есть я людям делал теперь не скидку, но сел баллы, но они там, большая аудитория, там так и не вернулась. Выручка от клиентов из рубрикатора, то есть это те люди, которые сами нашли меня в приложении, сами ко мне добавились, пришли, потратили деньги. Это 1 миллион 960 тысяч рублей, то есть почти 2 миллиона рублей, это дополнительный трафик, дополнительные клиенты из агрегатора, то есть UDS мне принес дополнительные 2 миллиона выручки. Мы видим, что мы сделали почти 900 заказов на 1 миллион рублей, то есть это работа нашего онлайн-заказа. Внизу видим нашу экономию, больше 300 тысяч банально сэкономили на выпуске пластиковых карт за 6 лет. Видим, что среднее количество покупок у нас получилось 4,5 покупки на гостях, то есть выручка с повторных продаж составила 47 миллионов рублей. Это говорит о том, что именно задача наша стоит, основная работа с повторными покупками. Именно постоянные гости приносят самое большое количество денег. Ну и внизу средний чек, то есть система оцифровывает и показывает мне, что те гости, которые пользуются нашим программой «Лояльность», у них средний чек на 13% выше. Ну, как говорится, дальше делайте сами. Итого, общий экономический эффект у нас составил более 20 миллионов за 6 лет. То есть я считаю, это очень хороший результат. Вот, и мы как бы, мы довольны. Мы довольны. Окей, на этом, в принципе, все. Моя задача была очень коротко рассказать, значит, о том, как данный сервис используем мы. Здесь есть мой Инстаграм. Если у вас будет задача или желание задать какой-то вопрос мне лично, касаемо работы в доставке, либо работы с персоналом, без проблем, вы можете перейти мне на страничку, написать вопрос там, либо пишите здесь. В конце, я думаю, у нас будет блок «Вопросы, ответы». Я с удовольствием на все отвечу. Спасибо, надеюсь, это было полезно. Так, Айрат, видимо, я тебе должен, да, сейчас передать слово? Все нормально, я уже его взял. Все, круто. Спасибо, что я в чате пишу много практических советов, полезной информации. Спасибо тебе большое, что ты поделился. Круто, я думаю, круто. А скажи, пожалуйста, мы в конце сделаем вопрос-ответ? Да, сделаем. Спасибо, что напомнил. Да, в конце мы сделаем вопрос-ответ. Можно будет прямо писать в чате о том, что свои вопросы, задавать любые вопросы, касающиеся сегодняшней нашей темы. И мы поделимся опытом. Сабир поделится, я поделюсь. И в том числе поделится следующий спикер, Александр Зиновьев. Я приглашаю тебя на эту сцену. Выходи к нам, пожалуйста. Александр Зиновьев – это сертифицированный внедренец. Это наш партнер. Сертифицированный внедренец. Тот человек, который занимается сопровождением бизнеса до доведения их до результата. То есть, помогает бизнесу увеличивать прибыль с помощью внедрения инструментов UDS, с помощью внедрения инструментов digital. Более 80 успешных проектов. И, насколько я знаю, Александр, ты выступишь с темой того, какие результаты и как они получились в розничном магазине. У нас мы специально подбирали разные бизнесы. Ресторанного бизнеса. Ты расскажешь про розницу. Крутой у тебя, кстати, пол с ромашками. Приветствую. Да, спасибо, Айра, за представление. У меня вот презентация на последнем слайде. Если как-то можно поправить? Меня вообще, в принципе, слышно. Дайте, пожалуйста, обратный ключ. Слышно, но если... Ну, как-то немножко тихо. Это лично у меня так. Как будто микрофон, он так подальше от тебя. Может, поближе? Могу говорить громче, чтобы было получше слышно. Просто технически, как бы, нет возможности это себе устраивать. Ну, хорошо. Так-то, в принципе, слышно. Все, передайте тебе слово. Всем еще раз большой привет. Здравствуйте, добрый день. Мне есть бы получать, поделиться результатами магазина брендовой одежды, который уже на протяжении чуть более двух лет использует данный софт. Достаточно успешно использует, хотя вначале были большие сомнения. С чего начать? С того, наверное, что, в принципе, хотел предприниматель, и почему принял решение, собственно, использовать данный сервис. На момент, до того, как мы начали работать, в компании была обычная пластиковая десантная карта. Что она давала? То есть 5, 10, 15 процентов скидки. И, в принципе, клиенты, ну, мы разговаривали, поняли то, что клиенты не всегда ей пользовались. Кто-то приходил, терял, забывал, приходилось заново, опечатать, выдавать новую. Но больше основная боль была в том, что клиент получил 15-процентную скидку, пошел через дорогу и потратил ее, соответственно, в другом магазине. Как предыдущие спикеры говорили, то есть она нисколько не мотивировала возвращаться вновь, хотя, собственно, не наблюдали повторные покупки. Еще один минус, наверное, в том, то, что карта не именная, и по сути ей мог воспользоваться любой из, например, моего окружения, кому я передал эту пластическую карту. Хотя клиент, допустим, до этого не возвращал. Не проходил. Что стало в момент, когда запустили? То есть мы настроили маркетинг, я о нем чуть попозже подробнее расскажу. Изначально мы делали приветственные 200 баллов. Почему? То есть я предложил клиенту, предпринимателю, сделать возможность увеличить, вот то, о чем Айрат говорил, не 5-10% скидки дать клиенту, а дать ему возможность использовать накопленные баллы до 50%. И принимать самостоятельное решение, когда воспользоваться той или иной скидкой. Ну, то есть накопил определенную сумму баллов, захотел сейчас потратить, ради бога, не захотел, так и дальше. И в момент, когда мы согласовывали вот этот параметр, то есть до 50% оплаты от покупки баллами можно было сделать, собственно, сейчас помню, задал мне вопрос, Саш, мы вроде бы пришли сюда для того, чтобы экономить, сократить расходы, а ты нам предлагаешь здесь какую-то скидку дать. Но в итоге посчитали маркетинг, и чтобы сильно не расстраивать предпринимателей, было принято решение сделать приветственные баллы всего 200. Спустя 2-3 месяца работы увидели, что фактическая скидка в разы не уже, то есть бизнес реально начал экономить, поняли, что у нас есть хороший потенциал в том, как работать с клиентами, как начислять им дополнительные баллы, и было принято решение поставить не 200, а 500 приветственных баллов, что, собственно, повлекло в большее скачиваемость приложения. Клиенту стало интереснее, как бы скупать в нашу бонусную программу, и, собственно, результаты посмотрим ниже. То есть фактически на сегодняшний день работает маркетинг таким образом, 500 приветственных хэшбэр с каждой покупки, до 12%, в зависимости от статуса, в зависимости от того, ну, как часто клиент к нам приходил, либо какие-то позитивные действия в наш адрес, как бы клиент сделал, там, не знаю, принес отзывы, привлек новых потенциальных покупателей, то есть привел друга за покупку и так далее. Плюс бонусом подарок на день рождения тоже в виде 500 баллов, хотя вначале было значительно меньше. То есть по итогам работы предприниматель увидел ценность, увидел возможности и начал играть маркетингом в сторону увеличения, для того, чтобы клиентам было интереснее в нашем данном магазине. За период работы, соответственно, мы собрали всего 4279 клиентов, это те люди, которые цифровались в нашу серверную систему. Приятный факт того, что 3700 человек, и чуть более, да, они скачали в приложении. То есть у нас есть прямая возможность с ними взаимодействовать, коммуницировать, просить их о чем-то, собирать от них обратную связь, рекомендации, какие-то пожелания, предложения. То есть периодически проводим опрос, что бы вам хотелось улучшить в нашей компании, чтобы вы приходили чаще или там рекомендовали. Ну, основные параметры бизнеса здесь как бы тоже представлены. Видно, какой средний чек, какая фактическая скидка, какой был оборот заход, все это доступно как в веб-версии с Кринс, которую я сделал, так и в мобильном приложении для клиента, для бизнес, который как бы всегда под рукой, как вот Сабир рассказывал, что он, находясь за серверным полюсом, видит, какие бизнес-процессы происходят у него в компании. Самое ценное, наверное, то есть есть четкое понимание, кто наша целевая аудитория. У нас сформировался пул клиентов, и мы видим, что в главной компании основной костяк целевых клиентов это преимущественно женщины в возрасте 35-40 лет, что нам это, в принципе, дает. То есть мы понимаем, откуда нам можно взять еще наших целевых клиентов, чтобы пригласить их за покупку в наш магазин. И что делалось на самом старте, наверное, то есть было сделано брендирование всех возможных источников трафика, начиная с социальных сетей, в том числе Google карты, где раньше собирались отзывы. Мы тоже там разместили ссылку из отдельного источника трафика и видим, какой из трафиков нам генерит клиентов просто в базу и какое количество из этих клиентов доходит до покупок, какая соответственно выручка. Отдельно хотелось отметить, потому что основной, ну часто с этим сталкиваюсь, работают предприниматели, не всегда предприниматель готов цифровать входящий, имеющийся у него трафик. То есть в свое время повесили вывеску, там, не знаю, баннер, билборд, клиент увидел, зашел и на этом все остановилось. То есть основным источником трафика в любой абсолютно компании, в любом бизнесе это, наверное, имеющийся клиент, входящий трафик. Поэтому для цифровки, для сбора этих клиентов мы сделали полиграфию, которую разместили в примерочных, в зоне обслуживания клиента и обязательно на зоне, где рассчитывают клиенты. То есть клиент несколько касаний, пока гулял по магазину, уже увидел о том, что бонусная система в этом магазине есть. Везде красочно оформлено вопрос, что получить 500 рублей на покупку и уже доходя до расчета как бы на кассе, ему сотрудник отдельно проговаривает определенные структы, есть ли наша бонусная карта, будете ли оплачивать баллами, там будете копить. То есть есть механика разговорная с клиентом. Следующий момент, задерживаете, да, презентацию, наверное, основная ценность, то, что работу персонала начал контролировать клиент. То есть мы контролировали работу персонала руками клиента. Один из последних отзывов, которые здесь собраны, как видим, то есть клиент доволен, да. Во все время работы более 1300 отзывов мы получили, и самое приятное, то, что большая часть из них, 99%, это все петельки. Ну, понятно, что с персоналом как бы дополнительно какую-то работу проводить уже не стоит. У нас все прекрасно понимают, что если вдруг что-то произошло не так, то клиент имеет возможность сообщить эту информацию непосредственно до владельца компании и, соответственно, к нам уже будут приниматься определенные веи. пример брендирования, то есть есть группа ВКонтакте, есть гельзограмм так называемый, то есть мы разместили здесь ссылки, периодически давали определенный контент о том, что пройди по ссылке, получи 500 рублей в наш магазин, приходи, посмотри на новую там весельную коллекцию, да. Образец полиграфии, который стоит в зоне расчета клиентов. То есть четкая инструкция, какие действия нужно сделать, куда нажать, чтобы получить определенные привилегии в данном магазине. Как и говорил, то есть по маркетингу, когда только клиент у нас присоединился к компании, неважно, откуда он пришел, так он зашел в магазин либо увидел пост в социальной сети, ему сразу же присваивается статус в гость с возможностью получать хэшбэк в 3%. Дальше четко прописано, что если клиент у нас совершит определенные действия, то есть либо сумма покупок его достигнет 20 тысяч рублей, это может быть в моменте, либо в период какой-то, то есть там 10 раз в магазин пришел, по 2000 что-то купил, у него автоматически статус поднялся до лучших покупателей. Либо эту аналогию сделали, то есть хотя бы одну рекомендацию сделай, которая сработает, то есть человек, если по моей рекомендации придет в компанию, мой статус также поднимется на уровень выше и соответственно моя привилегия в этом магазине будет больше. Периодически проводили акции, то есть мы всегда информировали клиентов о том, что, ребят, получи статус шипоголики 10% кэшбэка, что нужно сделать, то есть транслировали, эту историю как в социальных сетях, так и соответственно через приложение EDS. Или другом говорим, то есть ты сам вправе выбирать возможную скидку, которую хочешь получить, до 50%. Как я говорил, поздравление на день рождения автоматически настроено и реперальная программа «Приведи друга, получи помимо кэшбэка с его покупки от 1 до 7, плюсом еще 500 рублей с первой его покупки». И недавно буквально была история, что клиент говорит «Я вчера порекомендовал, сегодня по моей рекомендации вдруг пришел, а мне баллы не начислили». Собственник, увидев это сообщение, тут же начал звонить клиенту и узнавать, как проходила процедура рекомендации. То есть есть понимание, что клиент увидел и понял эту идею, но что-то сделал неправильно. Не скажу, как реализовалась эта история, но в достаточно интересный момент. Кроме того, что там обычные приветственные баллы, тэкбэк со своих покупок, дни рождения и так далее, мы периодически проводим работу со своими клиентами через электронный сертификат. Есть уже понимание, что в клиентскую базу добавляются клиенты, которые просто проявили интерес к нашей компании, а есть клиенты, которые были уже в магазине и знакомы с нами. Выбрав определенную целевую аудиторию и назвали сертификат для тех, кто не покупал, то есть выбрали количество клиентов с таким параметром, что они знакомы с нами, но не совершали покупки. Далее подарили им тысячу рублей, то есть тысячу баллов и написали определенный текст, то есть мы видим, вы проявили интерес, приходите знакомиться с нашим магазином, с нашим ассортиментом. По статистике, соответственно, видим, сколько клиентов у нас таких было, сколько выдали сертификатов. 470 человек получили сертификат, 30 из них открыли, посмотрели, то есть увидели эту информацию по акции, и 5 человек пришли воспользоваться. Дополнительно в кассу получили 13 с половиной тысяч рублей. Казалось бы, небольшая сумма в компании где-то в среднем человек 6 тысяч рублей, но мы на эту историю потратили 2 минуты времени, чтобы создать этот сертификат. И самое ценное, что только 0 рублей. То есть за 0 рублей мы получили дополнительные выручки 13 с половиной тысяч в кассу. Я думаю, хороший результат. По аналогии, то есть работаем с теми клиентами, которые уже у нас были в магазине, которые покупали, сделали такой же аналогичный сертификат. Как видим, конверсия здесь выше, то есть люди, которые у нас были и знакомы с бизнесом, они более лояльны к нашей компании, они чаще открывают уведомления от нас, соответственно, реагируют на них, что приносит нам определенный доход. Мне несказанно эта история нравится в том плане, что действительно 0 рублей инвестиций, деньги пришли в кассу просто за то, что мы напомнили о себе клиентам. Ну и разумеется, для того, чтобы это все дело сработало более эффективно, обязательно ставим ограничения по сроку жизни данного сертификата, в данном случае мы делали 10 дней, чтобы клиент именно в этот период пришел, совершил все восходы. Также тестировали гипотезу потом ту гипотезу, когда клиент получил приветственные баллы, пришел в компанию, их потратил, и дальше как бы у него на счету меньше баллов стало, его неинтересно возвращаться в магазин. Что там 200 баллов осталось, если 200 рублей скидка не особо мотивирует вернуться. Протестировали эту гипотезу, то есть выбрали клиентов, которых на счету менее 200 баллов, подарили им еще 500 и пригласили за покупку. Как видим, из этой аудитории какая-то часть клиентов вернулась, а именно 11 человек, что в кассу принесло более 23 тысячи рублей. Как Айрат говорил, обязательное взаимодействие с клиентом на праздники, то есть 8 марта, 14 февраля, 23 февраля Новый год и другие праздники, это обязательная возможность напомнить клиенту о себе, пригласить его соответственно либо, как если это на примере Сабира отметить в ресторане, либо прийти, совершить покупку, порадовать себя и любого своих близких и знакомых. Используя все эти инструменты при работе с EBS, фактическая скидка или, как мы говорим, затраты на бонусную программу у нас составила составлять не более 8%. Напомню, была скидочная система до 15, когда была пластиковая карта. Используя цифровую бонусную карту с клиентами с приветственными баллами, с возможностью кэшбэка, дни рождения и проведения акций, скидка фактическая по бизнесу не превышает 8% на протяжении вот этих двух лет. То есть я смотрел в детали, где-то она опускалась до 5%, когда мы не проводили акции, когда проводили масштабные акции, там был такой сертификат, мы дарили на 20 тысяч рублей. То есть 20 тысяч, пожалуйста, тебе в карман, приходи, потрать его, по-моему, к Новому году мы эту историю делали. То есть здесь скидка поднималась до 10 до 12%, но как бы она в определенный период времени соответственно выручки будет значительно больше. Приятной неожиданностью в данной компании как для собственника, так и для меня было то, что сарафанное радио принесло нам более полмиллиона рублей и для чистоты статистики я специально выделил именно клиентов с третьего уровня. Почему? То есть собственник через клиентское приложение своих друзьям и знакомым передавал бонусную карту, потому что там проще и удобнее. Нажал кнопку рекомендовать, выбрал из списка там, не знаю, ватсап и отправил туда ссылку. Таким образом сокращается время рассказывания клиенту что это бонусная программа и так далее. Передали и получается, что клиент, которому рекомендовал собственник, стал уже на втором уровне. То есть по рекомендации пришел, но не клиента, а владельца бизнеса. Поэтому выбрали третий уровень, чтобы чистота финансов была более чистой. Многие знают о законе Паретта, сегодня его упоминали, 80 на 20, 20% постоянных клиентов приносят 80% выручки. И в скринах именно эту историю решил показать. То есть всего количество более, почти 70 миллионов оборотов прошел, а клиента, которые покупали у нас от 10 и более раз, 224 клиента в таких месяцах суммарно принесли 28 миллионов выручки. То есть в процентном соотношении 6% постоянных клиентов принесли 41% выручки. Наглядный показатель то, что постоянные клиенты замерят выручки больше. И экономический профит, то есть то, что мы получили за время использования сервиса, статистика на экране. То есть экономия на скид более 2 миллионов рублей, выручка от рубрикатора 14 миллионов, выручка от клиентов по сарафанному радиусу, суммарно. То есть опять же скажу, это немножко грязноватая статистика, потому что и сотрудники вне рабочего времени рекомендуют знакомым своим, и собственник бизнеса рекомендовал своим знакомым. Тем не менее приятная цифра радует глазу. Также, как ты и Сабир говорил, то есть разница в среднем чеке в среднем 36% у пользователей приложений. То есть те люди, которые скачали приложения, которые пользуются, которые чаще приходят, которые наблюдают за нашими акциями, они готовы просто на 36% тратить в нашем магазине больше. Почему больше? Потому что хотел купить на тысячу рублей, увидел, что у тебя здесь есть 500 баллов, уже мозг начинает работать. Ага, я могу купить что-то на полторы тысячи рублей. Ну и динамики показаны, как колебался средний чек на периоде в том или ином месяце. те затраты, которых мы могли, вернее, которых мы избежали, 925 половины тысяч рублей общая экономия. Думаю, шикарный профит, учитывая тот факт, что само приложение стоит плюс-минус 70 тысяч рублей, а для микробизнеса доступно от 2400 рублей в месяц, по-моему, реально эффективно можно работать с имеющейся кривой. на этом у меня все, готов ответить на вопросы. Мы переходим в завершающий этап нашего онлайн-форума. Что бы я хотел сказать в конце, прежде чем мы перейдем к блоку вопрос-ответа, это то, что такой некий призыв, попробуйте, то есть, если вы никогда не пробовали внедрение в себе таких инструментов, не нужно бояться, нужно меняться, надо пробовать новые, тестировать новые инструменты, поэтому для того, чтобы вы попробовали, у нас есть тестовый период, полный функционал, можно протестировать, посмотреть, как это внутри выглядит, попробовать это примерить на свой бизнес, поэтому обратитесь, пожалуйста, к тем людям, кто вас пригласил на это мероприятие и попросите у них тестовый период. Ну и задавайте им вопросы, спрашивайте их обо всем, что было непонятно, или что необходимо уточнить, или какие еще есть функции, мы всегда открыты, открыты наши партнеры, открыты наши представители, задавайте вопросы, не стесняйтесь и пробуйте новые, внедряйте современные инструменты, потому что это приводит все к развитию бизнеса и увеличению прибыли. уточнием в в в